Президент Франции Эммануэль Макрон в последние две недели посещает только официальные мероприятия и почти не появляется на публике, говорится в статье издания «Политику». По словам источников газеты, этого добивались партия Возрождения, которую возглавляет глава французского государства. В последние недели несколько партийных чиновников настаивали на том, чтобы Макрон не участвовал активно в предвыборной кампании. Один из сторонников президента Франции и вовсе настаивал на так называемой демакронизации, а в правительстве заявляли, что имидж господина Макрона изнашивается. По этой причине, к примеру, фотографии Эммануэля Макрона убрали из предвыборных листовок. Ему настойчиво рекомендовали прекратить предвыборную кампанию. Не то чтобы он желал этого по своей воле, ему попросту пришлось подчиниться. Он и не придавал должного значения тому факту, что в обществе у него сформировался негативный имидж. Впервые центристский альянс Макрона, без того потрепанный, после поражения на июньских выборах в Европарламент, ведет отчаянную борьбу без своего лидера. В последний раз, когда Эммануэля Макрона видели на публике, он был одет в темную куртку авиатора, солнцезащитные очки Top Gun и черную бейсболку. Его образ во время голосования в прибрежном городке Летуке привлек большое внимание пользователей соцсетей и новостных каналов, пишет политику. Несмотря на кажущееся чванство, правда в том, что Макрон в последнее время ушел в тень из поля зрения общественности. Если не считать запланированных международных обязательств, его не видели на улице уже почти две недели. Новая реальность вряд ли по душе говорливому, дерзкому 46-летнему президенту. Последние несколько дней президент Франции занимался укреплением своего влияния. Он объявлял о новых назначениях в полиции и силах безопасности, а также в армии, на флоте и в ВВС страны. Глава партии Национального объединения Марин Лепен назвала эти действия организацией административного переворота. 1 июля МВД Пятой Республики сообщило, что правая партия Национального объединения и союзные силы одержали победу в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции. Они заняли первое место, набрав чуть больше 33% голосов. За президентскую коалицию вместе за республику проголосовало 20 с лишним процентов избирателей. Второй тур намечен на 7 июля.